Это уже третий визит президента Украины в Соединенные Штаты за последний год. Напомню, на встрече с Владимиром Зеленским Байден заявил, что подписал указ о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов. Также президент США заверил главу украинского государства, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Он заявил, что Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем пойдет на рождественские каникулы. Иначе они сделают огромный рождественский подарок Путину. В свою очередь президент Украины поделился планами на 2024-й лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать ее наступательные операции. По словам Владимира Зеленского, это реально. Никакие российские ракеты не смогут одолеть мощные американские системы Патриот. Большое спасибо за них. Даже во время войны мы реформируем нашу страну и укрепляем наши институции. Сегодня мы с президентом Байденом обсуждали, как увеличить нашу мощь в следующем году. Во-первых, это противовоздушная оборона и уничтожение российской логистики на украинской земле. Господин президент, большое спасибо за то, что Вы нас поддерживаете. И в этих вопросах, например, наша победа в Черном море. Мы стремимся выиграть это воздушное сражение, подавив превосходство России в воздухе. Это усилит наши наземные операции в 2024 году, а также контроль над небом. Тот, кто контролирует небо, контролирует продолжительность войны. Ну, кроме того, Владимир Зеленский провел встречи с сенаторами. Она состояла за закрытыми дверями. Президент Украины отметил, что разговор был дружественным и откровенным, что является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию. Рассказал сенаторам об актуальной ситуации с безопасностью и экономической ситуацией в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы. Благодарю лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера и лидера Республиканской партии в Сенате Митча Маконнелла за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. На Капитолийском холме Зеленский призвал сенаторов сохранить военную поддержку Украины. Республиканцы блокируют запрос от президента демократа Джо Байдена о финансировании Украины. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер после встречи рассказал, что Зеленский дал четко понять, что нужно Украине для победы. Это была очень мощная встреча. Президент Зеленский очень ясно дал понять, насколько ему нужна помощь. Если он ее получит, то сможет выиграть эту войну. Очень подробно изложил, что ему нужно и какие ресурсы смогут ему помочь. Даже многие из наших коллег-республиканцев говорили, что если он получит необходимую ему помощь, то победит. С другой стороны, нам всем понятно, что если Украина проиграет, то победит Путин. И это будет очень опасно для Соединенных Штатов. Поэтому мы не можем позволить Путину влиять на наши решения, как нам поддерживать Украину. Также Зеленский отметил еще один момент. Ему нужна помощь быстро. Если мы ее не предоставим, обострятся проблемы с вооружением. А также Европа и многие другие союзники скажут, что здесь вообще происходит. А вот, в свою очередь, спикер Палаты представитель США Майк Джонсон назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским хорошей. Более того, он выступил с критикой Белого дома. По словам Джонсона, администрация президента Байдена не смогла четко сформулировать путь к победе Украины. А именно это, по мнению республиканцев, является необходимым условием для получения военной помощи. Спасибо всем за то, что вы здесь. У меня только что была хорошая встреча с президентом Зеленским. Я подтвердил ему, что мы поддерживаем его и выступаем против жестокого вторжения Путина. Американский народ выступает за свободу, и он находится на правильной стороне этой борьбы. Я просил Белый дом с того дня, как мне вручили молоток в качестве спикера, о ясности. Нам нужна четкая формулировка стратегии, чтобы позволить Украине победить. И до сих пор их ответы были неэффективными. Они не предоставили нам ясности.